Вот эти невротики, когда начинают заниматься со мной по поводу своих вот этих симптомов, страхов, зависимостей, навязчивостей, они говорят, Юрий Николаевич, ну почему вы нас не выслушиваете? Может быть, я вам такое расскажу, что вы не знаете и поймёте, где у меня болит? Нет. Друзья мои, я вас выслушал 10 тысяч раз. Не вас вот и конкретно, а вас таких. И ты знаете, что примерно всё одинаково. Почему всё одинаково? Потому что корни вашего невротизма лежат в вашей нервной системе и в ваших мозгах. А это как человек, который занимается автомобилем, если к нему приходит автомобиль, то он знает, где же сразу посмотреть, почему плохо работает. Прислушивался и сразу лезет туда, где может быть плохо. И вот я вам сейчас в этом ролике скажу те участки, где у вас может быть плохо. Конечно, у одного человека это более ярко выражен участок, ну как говорится, клапана стучат. У другого менее ярко, потому что у него с карданным валом плохо. У третьего совсем в другом месте подвеску подорвал. Так вот мы сейчас расскажем и вы запишите те моменты, которые являются вот теми точками, откуда и растут ваши симптомы, откуда растут ваши страхи. Первое, мы поговорим о страхе. Старушка эволюция привила нам в рептильном мозге этот страх, прям прошила его так, чтобы мы могли выжить. Потому что у нас кожа тонкая, клыков нету, когтей, да и бегаем мы слабовато. А зверушки-то нас могли бы пожрать, и вот этот страх, мы должны все время убегать. Этот страх естественный, страх, который сохранял нам жизнь. Да и я сейчас не прыгаю с 20 этажа и не хожу на красный свет светофора. То есть в некоторых случаях оправданный страх, ну, будет оправданный страх. Вот это, как говорится, прошито в нас страхи. Эти страхи сопровождаются выбросом определенных гормонов. Адреналин, норадреналин, кортизол, ну и ряд других гормонов. Я их называю гормоном стрессового ряда. Они нужны. Адреналин заставляет сердце биться больше, сильнее, наполняется давление сосуды, сужаются кровеносные сосуды, в конечностях холодеют руки-ноги для того, чтобы кровь, если откусили нам лапу, не вытекала сразу. Это полезно. И мы убегаем. Мы даже лучше видим. Посмотрите про гормон адреналин. Кортизол тоже самое. Вот посмотрите свойства этих гормонов стресса, которые нас активируют, и мы спасаемся. А что происходит с нами дальше? А с нами происходит сейчас то, что эти страхи чаще всего фантомные, выдуманные. Потому что культура, вот старушка эволюции вот так правильно сделала со страхом. И это спасло нас, человечество. А культура наша, она натворила бед с этими страхами. А сейчас средства массовой информации вообще губят нас. Мы стремимся к экологии воды, воздуха, а к экологии информационного пространства нам посрать. А это хуже даже, чем, как говорится, из лужи пить. Итак, что же происходит с культурой? Она, этот страх, приводит к доминанте. Вы должны всего бояться. Посмотрите, везде рассказывают про какие-то катастрофы, про инсульты, инфаркты стали ранними. Отвратительная жизнь. Что делать? Куда бежать? То есть нам прививают вот эти фантомные страхи. И это наша ретикулярная информация. Посмотрите, очень важный элемент в нашем организме – ретикулярная информация. У меня целый плейлист про неё. Ретикулярная информация начинает из этой реальности выхватывать и подтверждать эти наши страхи. Тут кольнуло, тут пукнули. А там нам говорили, а там нам показывали, а там были такие примеры. И в неокортексе блокбастеры наши вот такие становятся страшнее, чем в Голливуде. И что же выходит после этого? Наша вегетатика начинает раскачиваться, потому что мы её раскачали фантомными страхами, выдуманными страхами. Ну а нашей вегетатике пофигу. Или реальный страх, или выдуманный страх. Как говорится, маструбируйте, так и маструбируйте этими страхами. И симптомы усиливаются. Симптомы сердцебиения – бежать никуда не надо. Симптомы давления – а чего нам бежать? Руки холодеют и так далее. То есть вы посмотрите про гормоны стресса. Симптомы усилились. В неокортексе у нас есть ретикулярная формация «Ищет подтверждений». И, как говорится, цепочка замкнулась. И вот вышло то, что вы сами себя раскачали. Вы раскачали свою вегетатику. Вегетатика начинает раскачивать работу органов. Но работа органов не по делу. Если старушка эволюция нас заставляла убегать от саблезубых тигров или динозавров, то здесь вы сидите и страдаете. И ваш неокортекс еще и еще больше создает эти фантазии. И у вас возникла химия вот этих гормонов стресса в организме. Эта химия заставляет органы работать не так, как нужно. Потому что нет реального страха. И вы тогда привыкаете. Привыкаете к этой химии в вашем организме. Как алкоголик привыкает к алкоголю. И он уже требует организм алкоголя. А ваш организм требует гормонов стресса. Но самое отвратительное то, что не эти неокортекс-фантазии вас мучают и не дают вам спать. А то, что они, эти гормоны стресса, подтачивают организм. Организм изнашивается. Организм не приспособлен, чтобы все 24 часа, 7 дней в неделю страдать, переживать, тревожиться. Чтобы выпивать вот этот коктейль стрессовых гормонов. Ему хочется наслаждаться. Наслаждаться, как я наслаждаюсь. Посмотрите про ассоциативный ряд. И тогда, и тогда вы попадаете в эту химическую зависимость от гормонов стресса. А оно вам нужно. И сколько я видел примеров. Примеров того, когда вы своими этими стрессовыми гормонами подтачиваете свой организм. Вы боитесь умереть. Вызываете гормоны стресса. Через какое-то время эти гормоны стресса разрушают ваш организм. И вот, как говорится, уноси готовенького, кто на новенького. Подписывайтесь на мой канал. Я вам подскажу, как избавиться от этой зависимости. И не эти бредни фрейдистские. Там кто-то в детстве вам куда-то ткнул. А вот то, что вы сами творите с собой. Как говорится, не курите, не пейте и не страдайте. И тогда у вас будет все хорошо.